друзья всем привет сегодня у нас будет само собой интересное увлекательное познавательное и что немаловажно многогранная история но перед тем как я начну свое повествование я хотел бы вспомнить тех людей их не так много слава богу но все-таки они есть так вот когда я рассказываю какие-то истории что кто-то попал на миллион на два на три купил не дай бог мерседес бмв либо например хенде есть определенная категория людей которые в комментариях начинает извергать из себя желчь начинает злорадствовать писать что так ему и надо а то вижу что вздумал мерседес покупать наверное мажор попал человек на миллион рублей ну скорее всего он их украл поэтому если он попал то так ему и надо в общем вот есть такая определенная категория людей и большому сожалению такие человеческие моменты они регулярно проскакивают не совсем это приятно для лично моего восприятия но что ж бывает и так так вот мне очень будет интересно почитать комментарии и мнение тех же самых людей о той истории и о тех людях которые оказались в сегодняшней ситуации потому что сегодняшней ситуации вот в сегодняшней истории мы будем как можно ближе с вами находиться к народу сегодняшняя история пришла из пензы но я вас уверяю точно такая же ситуация может случиться абсолютно в любом регионе россии абсолютно реальная история я поднял все решения судов поднял приговор по уголовному делу но давайте обо всем по порядку и так история произошла несколько лет назад но она свежа и интересна значит представим ситуацию вы покупаете автомобиль с пробегом приходите в автосалон лада официальный дилер значит у вас нет абсолютно никаких сомнений вы выбираете интересующую вас машину оформляете с вами работает менеджер вам выдают договор купли-продажи вам выдают акт приема передачи вы передаете деньги все нормально выезжаете с территории автосалона и буквально через несколько дней вам звонят из автосалона тот самый менеджер зовут его кстати сергей но фамилию давайте мы немножко изменим и назовем его буйнов сергей буйнов так вот он вам значит звонит и говорит здравствуйте это я сережа из автосалона лада вы у меня покупали машину помните да помним вы ее на учет еще не поставили нет пока не поставили замечательно пожалуйста приедьте назад в автосалон нужно решить кое-какие вопросы связанные с документами буквально на на полчасика за эти мы тут все вопросы решим и все у вас будет хорошо почему бы нет раз сережа просит надо значит заехать вы садитесь в свою ладу берете все документы едете в автосалон и из автосалона вы уходите уже пешком лада документы и ключи все это остается в автосалоне потому что заведено уголовное дело и автомобиль в рамках уголовного дела у вас изымают как вещественное доказательство как вам такой расклад не очень приятно да а теперь давайте с вами представим что вы не один кто обратился к менеджеру сереже и купил у него автомобиль и так с чего все началось молодой человек сережа решил устроиться менеджером в автосалон лада на позицию продавца в трейд-ин причем он совмещал должность оценщика и продавца небольшой автосалон небольшой отдел трейд-ина и люди видимо решили каким-то образом минимизировать на персонале то есть в обязанности сергея входило автомобиль оценить автомобиль проверить и составить договор купли-продажи акт приема передачи по автомобилю дальше человек шел в кассу доплачивал разницу за стоимость нового автомобиля оформлял договор купли-продажи то есть обычная история как машину вы сдаете в трейд-ин и покупаете новую машину так вот после того как менеджер автомобиль у вас принимал он эти документы сдавал в бухгалтерию в бухгалтерии ставили автомобиль на баланс организации и дальше в обязанности этого же человека входила реализация выкупленного автомобиля то есть он находил каких-то клиентов он давал объявления и вот такой вот небольшой отдел трейд-ина значит занимался купи продай купи продай выкупали продавали вполне себе обыденная история товарищ устраивается в автосалон в марте месяце уже в июне он чувствует себя вполне уверенно он расправил крылья у него появился твердый уверенный взгляд в будущее и он решил что в общем-то автомобили которые стоят на площадке у него он с ними может поступать так как ему хотелось бы он берет один из автомобилей и начинает передвигаться по своим каким-то делам само собой за пределами автосалона домой ездит ездит куда-то на рыбалку еще по каким-то делам и по стечению обстоятельств этот автомобиль попадает в дтп ну вот так вот оно бывает вроде бы как она должна стоять на территории автосалона а дтп происходит далеко-далеко за его пределами сережа понимает что скорее всего у него с руководством будут большие проблемы вполне возможно его даже уволят с работы поэтому он решает все эти вопросы утрясти на месте сам являясь виновником дтп он предлагает второму участнику что давайте мы не будем вызывать дпс давайте мы не будем никуда обращаться мы не будем обращаться страховую компанию я вам все компенсирую пожалуйста перепишите мне там паспортные данные я вам сейчас напишу расписку и мы с вами все эти вопросы сегодня в течение дня уладим приезжает в раздумьях на работу причем приезжает он уже общественным транспортом потому что машину в битом виде в разбитом виде само собой он не может привести в автосалон он ее оставляет за пределами салона на месте дтп приезжает и начинает думать чтобы ему такое сделать чтобы решить этот вопрос и на ту беду к нему обращается его давний знакомый давний товарищ кстати это очень интересный момент я чуть позже расскажу какие друзья и знакомые товарищи были у сережи это действительно достойно вашего внимания так вот к нему обращается давний товарищ с вопросом слушайте у вас вот что-то там в салоне же продавалась да вот такое такое конкурент да 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 приезжай конечно приезжай до продавалась все есть сейчас мы все оформим значит выписывает договор купли-продажи выписывает акт приема передачи берет печать те кто работают в автосалонах вы прекрасно знаете что в большинстве своем печать она находится в свободном доступе в отделе продажи чаще всего он берет печати которая также находится в свободном доступе распечатывать договор купли-продажи которые есть у каждого менеджера бланк в компьютере распечатывает ставит печать и товарищ уговорит да все нормально давай деньги все сейчас эти деньги в кассу отнесу у нас в кассе специальный режим какие-то моменты связанные с тем что сейчас идет инвентаризация в общем я тебе документы все отдаю вот ты все забирай и едь спокойно он берет деньги полученные от клиента тире товарища и возвращается на место дтп приехав значит ко второму участнику он говорит ну вот как я вам обещал пожалуйста денежку возьмите то есть с проданного автомобиля рассчитался за разбитый автомобиль а вторую часть он пускает на восстановление того автомобиля на котором он передвигался ремонтирует машину и возвращает ее обратно в автосалон проходит определенное количество времени ничего не происходит то есть он в бухгалтерию не сообщил о том что машина была продана птс и все лежат у него все ключи лежат у него отдел трейдин маленький в общем он должен эту информацию сообщать а он и не сообщает а никто и не спрашивает он никто вот не подошел не спросил сережа вот здесь вот стояла на него куда ты эту милую дел скажи пожалуйста голубчик нет вопросов нет проблем и на протяжении шести месяцев с июня по январь предприимчивый товарищ мимо кассы продал 12 автомобилей из отдела трейды да ну вы понимаете то есть размах какой получается по два автомобиля в месяц само собой сделок было гораздо больше гораздо больше он продавал машины в честную в белую он заносил деньги в кассу но в общую кучу он подмешивал по два автомобиля в среднем в месяц то есть но на свои какие-то нужды на свои какие-то хобби на какие-то свои личные траты и деньги эти он не передавал и никто никак не обращал внимание что машин нет потому что есть одна стоянка есть вторая стоянка удаленная бухгалтер каждый день не ходит кстати большой вопрос почему руководитель отдела продаж на это не обращал внимание но тем не менее 12 машин ушло полностью мимо кассы и вы можете спросить а как так было но ведь нормальный человек когда обычный клиент автосалона приходит но он же понимает что нужно пройти в кассу что деньги нужно отнести куда-то не отдать менеджеру до официальный дилер но все понимают что деньги то в кассу принимают либо по безналу переводят а вот здесь вот самое интересное друзья и я хотел бы вам зачитать но чтобы не отходить скажем так в какие-то инсинуации по этому вопросу я вам зачитаю решение даже не решение выдержки из приговора потому что мне удалось ознакомиться с приговором я изучил 34 страницы по этому делу очень много интересных пикантных подробностей так вот все люди которых он кидал в основном это были его друзья товарищи перекупщики значит вот из приговора суда таким образом он продал один автомобиль из автосалона и присвоил себе денежные средства документы на автомобиль в бухгалтерию не сдавал он понял что таким образом можно брать себе денежные средства от продажи автомобилей и вкладывать эти денежные средства на свои дела он начал продавать автомобили принадлежащие о такому-то через перекупщиков фио 52 фио 55 фио 21 фио 20 фио 54 так как эта информация с сайта суда на сайте суда в решении обезличили свидетели обезличили значит вот этих людей под фио 52 фио 55 и так далее и того у нас получилось 5 человек дальше когда появлялся автомобиль он им сам звонил и предлагал приобрести автомобиль с перекупщиками он работал по-разному с одними он составлял договор купли-продажи автомобиля от оо такого то для гарантий впоследствии когда они находили реального покупателя они с покупателями приезжали в автосалон и там он оформлял новый пакет документов уже с реальным покупателям это делалось для того чтобы в птс не вписывать лишних владельцев с другими он непосредственно заключал договор на их имя и впоследствии они продавали покупателям уже от своего имени перекупщики сами искали покупателей и продавали автомашины по более высокой цене то есть он взаимодействовал не напрямую с клиентами которые просто пришли в автосалон он взаимодействовал через такие прокладки виде своих знакомых перекупов но вы меня спросите или у вас наверняка будет вопрос где же он познакомился с таким количеством перекупов может быть он не знаю так быстро заводит знакомство потому что он только в марте устроился в автосалон а уже в июне начал левачить машинами так быстро завел значит знакомых друзей а нет и на этот вопрос у меня есть ответ ответ даже есть не у меня опять же цитата дословная цитата из приговора суда свидетель фио 55 неофициально занимающийся купли продажи автомобилей судебном заседании показал что буйного сн знает примерно 10 лет знает что буйнов постоянно занимался купли продажи автомобилей сначала работал на себя а с весны работал в автосалоне оо такое-то менеджером по направлению трейд-ин через буйного он приобретал несколько автомобилей который в дальнейшем ремонтировал и перепродавал за более высокую цену так он приобретал автомобили марки лада гранта citroen berlingo niva 21214 лада приора и другие он приобретал автомобили денежные средства за автомобиль передавал наличными буйнову после составлялся договор где продавец являлся ооо такое-то а покупатель он после он забирал автомобиль и документы а именно свидетельство о регистрации птс в некоторых случаях от приема передачи автомобиля вот в некоторых случаях буйнов давал кассовый чек подтверждающий факт передачи денежных средств им ооо такое-то затем он подыскивал покупателя с которым ехал в автосалон и там оформляли сделку купли-продажи а именно составлялся договор от автосалона с покупателем это делалось для того чтобы не вписывать лишнего владельца в птс он свою очередь отдавал свой договор купли-продажи автомобиля обратно буйнову изначально договор купли-продажи с ним составлялся как правило для гарантий как они называли данный договор промежуточный то есть вы поняли да откуда у него столько знакомых людей в сфере автобизнеса человек на протяжении многих лет занимался перепродажей автомобилей и видимо решил что ему пора значит выходить на другой уровень либо что-то наоборот не задалось он устроился в автосалон ну а весь круг общения все те знакомые все те друзья с кем он много лет работал перепродавал автомобиль они в общем-то остались прежними и он по большому знакомству решил своих друзей обмануть то есть он продавал машины через них подставлял их и здесь тоже большой большой вопрос к тем самым перекупам которые с ним работали я не знаю они понимали вообще что происходит либо они не понимали что происходит как можно приехать потом в автосалон и что в автосалоне потом ты отдашь свой договор и эту машину переоформят уже на твоего клиента которого ты привез в этот автосалон в общем все скажем так не хорошие привычки вредные привычки все особенности перепродажи автомобиля на вольных хлебах человек забрал с собой к официальному дилеру и привел туда всех тех с кем он общался ранее так вот 12 автомобилей ушло мимо в январе месяца прошла инвентаризация и по результатам инвентаризации бухгалтерия руководство автосалона они поняли что автомобиль это не хватает вызвали серёжу и серёжу задали простой вопрос я может быть даже сейчас вам найду я не помню я копировал то не копировал с приговором в ходе годовой инвентаризации сотрудниками бухгалтерии было выявлено что на охраняемой территории автосалона где должны были находиться все числящиеся на балансе организации автомобилей отсутствует 12 12 автомобилей находящиеся под материальной ответственностью бойного сн на требование руководства вот это мой любимый значит абзац во всем приговоре на требование руководства дать объяснение по поводу отсутствия вышеперечисленных автомобилей бойнов изначально пояснил что указанные автомобили были выставлены им для демонстрации на автомобильном рынке для ускорения реализации вот так вот то есть вы представляете себе какую инициативу проявил человек и вообще какой бред он наплел руководство то есть он по собственной инициативе взял 12 автомобилей приехал на местный авторынок кстати вообще не знаю в пензе есть авторынок либо нет но пусть ладно это останется за скобками и устроил такой небольшой шоу-рум от автосалона выставил 12 автомобилей для еще раз значит для ускорения реализации что само по себе уже является грубым нарушением хранения товарно-материальных ценностей и нарушения должностной инструкции далее бойнов пообещал до окончания рабочего дня предоставить недостающие автомобили вечером бойнов вернул на территорию автосалона один автомобиль а именно вас 21 102 тот самый автомобиль с которого мы начали повествование сегодняшней истории то есть он вернул этот автомобиль почему по одной простой причине что он продал его буквально пару дней назад он совсем недавно его продал он начал быстро моментально обзванивать своих друзей перекупщиков он начал обзванивать тех людей которым дальше эти автомобили продавались и только одна машина не встала на учет и он под каким-то благовидным предлогом заманил эту машину в автосалон где благополучно у человека машину забрали но как вы понимаете вся эта история она перешла в плоскость уголовного дела машины все выдернули причем этим занимался уже не предприимчивый менеджер этим занимался уже следователь этим занималась уже полиция по выдергивали абсолютно все проданы им автомобили поставили на территорию автосалона виде вещдоков они хранились в автосалоне и когда был вынесен приговор значит автомобили по решению суда были переданы обратно в автосалон то есть люди потеряли фактически деньги потеряли автомобили самое важное из приговора я вам зачитаю слово в слово чтобы не потерять абсолютно ни одной буквы признать буйного виновным в совершении преступления предусмотренного частью 4 статьи 160 у к рф и назначить ему наказание два года шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима по растрате он сел но отдельно стоит заметить это есть в приговоре что он до последнего пытался убедить суд о том что он эти деньги не похищал что он не производил растрату он просто заимствовал эти деньги на время и у него не было преступного умысла эти деньги себе присвоить и не вернуть в автосалон то есть он якобы эти деньги брал займы и потом собирался их вернуть обратно в автосалон но суд никаким образом на это не отреагировал человека посадили и на момент вынесения приговора на момент вынесения приговора значит не удалось вернуть в автосалон только лишь один автомобиль и порядка по моему в 80 либо 90 тысяч рублей значит сереже плюсом еще навесили все машины были возвращены в автосалон они были автосалону переданы и вот за одну машину ему присудили еще выплатить определенную сумму денег но как вы понимаете люди которые покупали эти автомобили они в корне были не согласны с тем что машину не забрали деньги им не отдали и когда сережа уже уехал в колонии общего режима люди начали массово подавать иски о признании себя добросовестными покупателями и машины по крайней мере у меня есть информация по 7 автомобилям точно эту информацию я нашел так вот 7 автомобилей были возвращены покупателям как добросовестно мы забрали у автосалона и за каждый автомобиль который автосалон возвращал покупателям автосалон навешивал эту сумму на сергея который сидит на тот момент сидел в колонии то есть профит практически нулевой сел на два с половиной года и все эти деньги которые взял но практически все придется вернуть поэтому друзья как показывает сегодняшняя история далеко не только человек который покупает премиальную машину который покупает какую-то люксовую машину либо просто автомобиль какой-то по какому-то среднему сегменту человек который просто покупает него покупает приору покупает калину покупает за 100 тысяч рублей за 200 за 300 он точно также может вляпаться и большому сожалению влететь поэтому друзья никто от этого не застрахован абсолютно и даже если вы приходите в автосалон официального дилера и покупаете машину со всеми документами я понимаю что это абсолютно не ну скажем так не повсеместная история но и такое может быть насколько я знаю по крайней мере в крупных городах отделы трейды на отделы продажи поддержанных автомобилей они устроены по-другому сейчас есть система учета если автоматизированы системы учета сейчас по-другому хранятся ключи но когда произошла эта история она освещалась на телевидении в пензе они писали местные издания это действительно из ряда вон выходящая ситуация виновата один а спросили с других почти два миллиона рублей ущерба в деле о продаже машин из пензенского автосалона вернулись потерпевшей стороне в виде тех самых автомобилей их просто взяли обратно у покупателей по решению суда ни денег ни машин несколько человек которые еще зимой обожглись на сделках с менеджером автосалона до последнего надеялись что суд защитит их от несправедливости но вынесенное решение пошло в разрез с их ожиданиями согласно вердикту вина лежит на бывшем сотруднике фирмы сергей должностных обязанностях которого была продажа автомобилей тот как говорят следователи справлялся с большим успехом для себя во время очередной январской инвентаризации выяснилось что с территории выехали 12 машин а без малого 2 миллионов за них в кассе нет тут же было возбуждено уголовное дело автомобиля у новых хозяев изъяли как вещдоки формально все сходится автомобили приобретены незаконно и должны быть возвращены хозяину договоры о купле-продаже имеющиеся у людей не действительны от себя в очередной раз я хотел бы вам порекомендовать проверять любой автомобиль который вы покупаете будь то новый автомобиль будь то автомобиль с пробегом автомобили с пробегом нужно проверять значительно глубже нужно проверять техническое состояние двигатель коробку электронику подушки безопасности пробег проверять номера проверять документы если вы можете это сделать самостоятельно обязательно делайте если вы хотели бы делегировать это профессионалам делегировать это экспертам вы можете обратиться ко мне в компанию автокриминалист мы проверим выбранный автомобиль в москве либо санкт-петербурге также мы можем подобрать вам автомобиль под ключ по вашим параметрам ссылка на экспертизу будет в описании под видео кроме того каждый из вас может предварительно собрать всю необходимую информацию по автомобилю с пробегом если вы присмотрели какой-то автомобиль вам потребуется вин номер либо вам потребуется гос номер автомобиля вы можете воспользоваться сервисом про авто от компании автору в отчете вы получите массу ценной и полезной информации в том числе участие автомобиля в аукционе годных остатков расчеты стоимости ремонта работы автомобиля в каршеринге в такси ограничения залоги вы получите доступ к архиву объявлений если автомобиль раньше продавался на автору вы посмотрите какие фотографии размещались предыдущими продавцами вы посмотрите что писали в описании к объявлению месяц два месяца назад пять лет назад либо в любой промежуток времени в которой автомобиль ранее продавался на автору ссылочку оставлю в описании под видео при необходимости проверяйте автомобили можете добавить мою ссылку в избранное когда будете что-то для себя подбирать вспомните и посмотрите автомобиль через отчет про авто на сегодня мы закончим я по-прежнему жду ваши истории присылаете автосхемы автозамуты присылаете какие-то интересные автомобильные истории и также не забываем если у вас есть проблемные автомобили вы купили автомобиль восстановленный сваренный из двух трех частей либо вам отказали в регистрации с подозрением на изменение маркировки подлинность документов вызывает вопросы со всем этим точно также вы можете обратиться ко мне написав на почту почта будет в описании под видео подписывайтесь на канал подписывайтесь на мой телеграм на сегодня все всем пока